Уважаемый Владимир Владимирович, мы, родители детей-инвалидов Рязанской области, обращаемся к вам за помощью. Нашему городу очень нужен медицинский реабилитационный центр. Наталья Киреева, мама ребенка-инвалида, не понаслышке знает, как тяжело бывает пережить равнодушие. Она признается, за последние годы были и предательства, и косые взгляды на ребенка, и борьба за его нормальную жизнь. Прежде чем обратиться к президенту, Наталья с другими родителями пыталась достучаться до профильных министерств. Потом был опыт общения с представителями регионального правительства, уже здесь пошли навстречу. Сказали, что ситуация на контроле даже удалось решить некоторые проблемы. По словам Натальи, наметился конструктивный диалог. Но в вопросе строительства реабилитационного центра продвижений не было. О том, что региональные власти ответили на обращение родителей детей-инвалидов, Наталья и другие представители инициативной группы узнали лишь из интернет-медиа. В одном из них было написано, цитата, Функции реабилитационного центра для рязанских детей-инвалидов, о котором их родители просили президента, выполнит санаторий «Сосновый бор». Об этом сообщило областное правительство 8 июня. По его информации, на базе спасенного от банкротства учреждения создадут 400-местный санаторно-оздоровительный центр, который будет оказывать реабилитационные услуги гражданам в трудной ситуации. В частности, там выделят 50 мест для комплексной реабилитации детей-инвалидов и еще столько же для обучения молодых инвалидов с тяжелыми заболеваниями, навыкам самостоятельного проживания. Для детей-инвалидов предусмотрены учебный процесс и совместное проживание с родителями. Центр будут вводить в строй поэтапно. На полную мощность он заработает в 2021 году. Ориентировочный бюджет на его создание – 720 миллионов рублей. Конец цитаты. Лично же с родителями никто не связывался. Дан ответ – это когда есть бумага официальная с печатями, с подписями, на которой изложен по пунктам ответ по каждому вопросу. Я считаю, ответ – это вот так вот должен выглядеть. Но если ответ – это где-то там он витает в воздухе, я считаю, это не ответ. То есть мы сейчас ждем официального, документально подтвержденного ответа, что да, уважаемые родители детей-инвалидов в нашем регионе в ближайшее время будет построен или отремонтировано старое здание, или построен новый реабилитационный центр для инвалидов. По некоторым данным в регионе проживает более 3,5 тысячи детей-инвалидов. В области, конечно, работают три реабилитационных отделения, но количество детей, которых могут там принять, слишком мало. Родителям приходится возить своих детей в другие регионы, в Москву, в Санкт-Петербург, чтобы их как-то там лечить и восстанавливать. Но это очень дорого, это очень накладно. А самое главное, что для лежачих, допустим, детей-инвалидов-колясочников или вообще лежачих, да, это очень серьезная травма. Потому что транспортировать такого ребенка – это для него огромный стресс, и для него, и для родителей, и огромные деньги, которых у них просто нет. Людмила Ягжина сталкивается с подобной проблемой постоянно. У ее сына, 12-летнего Антона, редкое генетическое заболевание – мышечная дистрофия Дюшена. До пяти лет мальчик развивался нормально, но мама стала замечать изменения в движениях ребенка. Диагноз поставили не сразу. В стране всего два специалиста, которые занимаются лечением этой болезни. Приостановить болезнь, чтобы не образовывались, допустим, контрактур болезненный сустав, не выворачивала кости, поддерживать мышцы. В России дети даже до 20 лет. А, допустим, в Европе 40, и женятся, и работают благополучно. И все это благодаря реабилитации. Людмила воспитывает сына одна. По профессии она педагог, но работу пришлось бросить, чтобы ухаживать за Антоном. Она научилась шить для того, чтобы хоть как-то выживать. Вот эти лекарства мы принимаем ежедневно. Здесь около 10 наименований. Помимо основного заболевания, у нас еще есть и сопутствующие заболевания. Поэтому все препараты необходимо принимать каждый день. Они улучшают работу сердца, помогают работе мышц, энергию выдают. В общем, без них мы никак. Антон, конечно, не знает всей правды о своей болезни. Он, как и все в его возрасте, любит пошалить, поиграть и встречаться с друзьями. Я люблю гулять. Но я редко хожу гулять, потому что маме трудно спускать меня. Также я люблю играть в компьютер. Любимое занятие Антона – прогулки на улице. И здесь тоже свои проблемы. Для того, чтобы мальчик смог гулять, Людмила взяла ипотеку и переехала на первый этаж. Но пять ступенек стали непреодолимым препятствием на пути к такой неприхотливой мечте ребенка. На этот раз наш оператор Олег помог Людмиле спустить коляску на улице. Но часто бывает так, что они выходят в подъезд, постоят у лестницы и уходят домой. А самое главное, что Антону жизненно необходимо посещать несколько раз в неделю бассейн. И тут та же проблема. Людмила не раз обращалась, чтобы сделать пандусы. Но ВОЗ и ныне там. Сначала пришла бумага с ответом, где сказано, что пандусы делать нельзя из-за противопожарной безопасности. Потом еще целая кипа бумаг с печатями и подписями. Но толку не от одной из них нет. Сейчас Людмила пытается получить разрешение на то, чтобы сделать прямой выход из квартиры на улицу. Но пока ей не дают разрешение. Родители не отчаиваются и надеются на лучшее. Мы не унываем, потому что уныние – самый страшный грех. И самое страшное – это то, что может быть – это отчаяние. Никогда не нужно отчаиваться. И вот я всем хочу сказать – никогда не отчаивайтесь. Даже самые страшные минуты – это все пройдет. Самое главное счастье – это дети. И даже если ребенок не похож на других, ну и что? Ну, надо его любить таким, какой он есть. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город».